Девушки отдыхают Документы региона Главное это взаимодействие В Рязани состоялось первое заседание Совета начальников региональных управлений полиции Центрального федерального округа Спайсом нет В России запретили компоненты смертельных курительных смесей И ужесточили наказание за распространение Ну а теперь обо всем подробнее Вчера состоялось заседание Рязанской областной думы Безусловно, самым важным вопросом Стало обсуждение трехлетнего регионального бюджета Напомним, что главный финансовый документ Уже прошел первое чтение Далее рассматривался на публичных слушаниях И в понедельник, после учета мнений Общественников и предпринимателей Депутаты облдумы вынесли законопроект О региональной казне уже на второе И окончательное чтение Основным вопросом повестки заседания Рязанской областной думы Стало обсуждение во втором окончательном чтении Законопроекта об областном бюджете На 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов Разработка проекта областного бюджета Велась весьма тщательно С учетом мнений различных общественных организаций И широких кругов предпринимательского сообщества Как сообщил первый заместитель Председателя Рязанской областной думы Юрий Еременко Принятый бюджет направлен прежде всего На выполнение всех социальных обязательств Главная особенность этого бюджета Заключается в том, что все-таки В итоге удалось сбалансировать Наши возможности И выполнить те приоритеты О которых мы неоднократно заявляли И которые являются незыблемыми Ну, во-первых, мы постарались Прежде всего Вот даже в условиях замедления У нас будет рост собственных доходов Наши собственные доходы Растут на 10% Это не просто декларация Под этим есть определенные планы правительства Программы Я уверен, что это будет выполнено Это даст нам возможность В полном объеме Исполнить все социальные обязательства Еще одной особенностью бюджета Стал метод так называемого Программного формирования То есть средства бюджета Расписаны под конкретные Хорошо проработанные И четко распланированные проекты Имеющие статус государственных программ Принципиально отличие в том, что Деньги не просто выделяются На какую-то отрасль Вы можете эти деньги из расхода Деньги выделяются На конкретные мероприятия Под конкретные показатели И под конкретные И они проверяются Эффективность используемой Можно проверить Если ты израсходовал деньги А не достиг тех показателей Которые заложены в программе Это уже предмет для разбирательства Я думаю, что Все, кто будет исполнять бюджет Они будут это учитывать Не в последнюю очередь будут учитывать Также во втором окончательном чтении Депутаты приняли закон Ограничивающий продажу Безалкогольных энергетических напитков Учитывая вред, который оказывают напитки На основе тонизирующих компонентов На здоровье подростков Безалкогольные энергетики В Рязанской области Запрещено продавать лицам до 18 лет Закон ограничивает и места розничной реализации Еще одной важной инициативой Стало обращение депутатов на федеральный уровень По поводу планируемого сокращения Перечня населенных пунктов Входящих в так называемую Чернобыльскую зону Парламентарии считают Принятие такого постановления преждевременным Так как это затрагивает интересы Большого количества жителей региона Областная дума просит правительству В целях обеспечения исполнения Ранятых принятых государственных обязательств По социальной поддержке и граждан По страдающим следствия катастрофы На Чернобыльской АЭС Отложить принятие проекта Постановления правительства Российской Федерации До проведения дополнительных Комплексных обследований Состояния здоровья среди, проживающих На загрязненных территориях И состояние окружающей среды Данных территорий С опубликованием результатов И выводов по итогам данных обследования Подготовлено обращение Принято сегодня постановление Рязанской областной думы Подготовлено обращение В Совет Федерации, в Государственную думу И в правительство Российской Федерации Где в этом обращении Есть четкие предложения По изучению этого вопроса дополнительно Чтобы общественность участвовала В обсуждении этого вопроса Чтобы посмотреть на этих территориях Уровень заболеваемости, смертности Уровень загрязнения И вообще окружающей среды Депутаты Рязанской областной думы Помимо органов федеральной власти Обратились за поддержкой инициативы И к коллегам из соседних регионов Ну а сегодня в здании правительства Рязанской области Прошло первое заседание Совета руководителей органов полиции В Центральном федеральном округе Орган этот новый Создан по поручению президента России И направлен на взаимодействие при борьбе С экстремизмом и терроризмом Примечательно, что первое заседание Созданного Совета руководителей Региональных управлений полиции Прошло в Рязани Надо сказать, что подобного органа При Министерстве внутренних дел Ранее не существовало По мнению полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова Главная цель – это обеспечение Национальной безопасности Ведь российское общество сейчас сталкивается С новыми сложными политическими и экономическими вызовами Главная задача сегодняшнего дня О которой говорит президент Это обеспечение национальной безопасности События, происходящие сегодня И в мире, и в нашей стране Заставляют нас менять привычные подходы К вопросу обеспечения национальной безопасности Глава государства в своих выступлениях Четко обозначил наиболее острые На сегодняшний день темы Волнующие как страну в целом Так и каждого его гражданина Это суверенитет и территориальная целостность страны Это состояние межнациональных отношений Это информационная безопасность Это профилактика и борьба с экстремизмом И терроризмом Борьба с экстремизмом и охрана общественного порядка Особенно во время проведения избирательных кампаний Должна оставаться в приоритете У российских правоохранителей Губернатор Рязанской области Олег Ковалев На заседании окружного совета правоохранителей Предположил, что благодаря вновь созданному органу Улучшится и взаимодействие между регионами Со своей стороны, как глава исполнительной власти региона Я могу сказать, что вопросы, касающиеся Работы по противодействию преступности Обеспечению безопасности жителей Законности и правопорядка во всех сферах жизни общества Борьбы с коррупцией во всех ее проявлениях Давно вышли за рамки ведомства Это наши общие задачи И от того, насколько эффективно и они решаются Во многом зависит социальное самочувствие наших граждан Что является важнейшим показателем вообще Оценки жизни и оценки обществом состояния государства На первом заседании Совета руководителей региональных полицейских управлений Обсуждались наиболее насущные проблемы Которые волнуют общественность Среди которых, например, уличная и национальная преступность Пресечение незаконной и горной деятельности Теперь, как договорились участники Встречи между полицейскими станут регулярными И будут проходить не реже одного раза в полгода Раньше прошла еще одна встреча правоохранителей Но только не в кабинетах, а на льду Рязанского дворца спорта Олимпийский Там вчера состоялся товарищеский матч по хоккею Между рязанскими и московскими стражами порядка Быть в хорошей спортивной форме в наше время не только полезно, но еще и модно А для людей, в руках которых наш покой и безопасность Быть спортивными еще и необходимость Вчера вечером в Рязани во дворце спорта Олимпийский Состоялся хоккейный матч между командами Главного управления МВД России по городу Москва И МВД России по Рязанской области Перед началом турнира губернатор Рязанской области Олег Ковалев поприветствовал гостей Пожелал спортсменам воли к победе И совершил символический сброс шайбы на лед Мы рады приветствовать, всегда рады гостям На Рязанской земле Тем более, когда гости приехали с такой Почетной гуманитарной миссией Как поиграть в хоккей Показать молодому поколению, что здорового на жизни Лучше, чем все грехи человечества Которые, к сожалению, порой еще в жизни бывают И я приветствую команду Главного управления внутренних дел по городу Москве Я хочу пожелать вам яростной бескомпроместной борьбы Без травм, пожалуйста Хочу пусть победит сильнейший Но самое главное, чтобы победила дружба Потому что в таких матчах, в таких встречах, в таких противостояниях Конечно, всегда можно побеждать дружбу Команду московских полицейских возглавлял начальный ГОМВД России по городу Москва Генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин На лед дворца спорта Олимпийский вышли сотрудники полиции Искренне увлеченные спортом И поэтому борьба была жаркой В напряженной и бескомпромиссной борьбе победу со счетом 5-2 Одержала команда ГОМВД России по городу Москва Матч хоккейных команд полицейских на Рязанском льду оказался поистине товарищеским Спортсмены поздравили друг друга с интересной игрой и не скрывали радости от общения В общем, главное не победа Главное участие И то, что наша полиция нас не только бережет Но еще и показывает хороший пример того Что спорт должен занимать отнюдь не последнее место в жизни любого человека А теперь о спайсах В 2014 году от отравления курительными смесями в разных регионах России погибли около 40 человек А более 2000 пострадали Впрочем, еще в октябре ведомство заявило Что масштабная эпидемия распространения курительных смесей сейчас остановлена Сегодня нам удалось пообщаться на тему борьбы со спайсами С исполняющим обязанности руководителя регионального управления госнаркоконтроля Олегом Андреяшкиным Олег Евгеньевич, на сегодняшний день Как в нашем регионе обстоят дела с распространителями спайсов Можно ли уже на сегодняшний день какую-то статистику подвести за минувший год? К сожалению, в 2014 год отмечается резкая экспансия наркотических средств синтетического происхождения Если говорить о статистике, то порядка 70% изъятий психоактивных веществ Которые изымаются в управлении наркоконтроля связаны с изъятием именно новых видов потенциально опасных психоактивных веществ Синтетического происхождения Если говорить о количестве изъятых синтетических наркотиков То в текущем году изъято более 20 килограммов указанных психоактивных веществ Что более чем 8 раз превышает аналогичный показатель прошлого года То есть можно сказать, что спайсы на сегодняшний день стали одними из популярных наркотиков в нашем регионе Одни из самых популярных Можно сказать, что спайсы, курительные смеси и другие синтетические наркотики Составляют основной удельный вес наркотических средств, находящих в незаконном обороте Сейчас Госдума принял законопроект о запрете спайсов К чему он может привести, по вашему мнению? Совершенно верно Долгожданный законопроект, к которому давно мы шли и давно инициировали принятие этого законопроекта Он направлен в первую очередь на то, чтобы запретить незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ Которые на какой-то момент времени не включены в списки подконтрольных И за которые те лица, которые ощущают незаконный оборот, не могли уходить от ответственности В силу того, что эти вещества не были запрещены В случае принятия данного законопроекта в окончательном чтении Это позволит, в первую очередь, запрещать оборот этих потенциально опасных психоактивных веществ Немедленно после их появления на наркорынке И второе, привлекать к ответственности тех лиц, которые участвуют в их незаконном обороте Рязанские дорожные полицейские предупреждают об опасностях Грозящих суровыми последствиями невнимательным автомобилистам в пасмурную погоду На трассах Рязани и области вновь случились трагические происшествия Дорога ошибок не прощает, эта народная мудрость к огромному сожалению крепко вошла в наш быт Дорожное полотно то покрывается льдом, то снегом Ну а декабрьские дожди совсем выбили из колеи некоторых автолюбителей Причем в буквальном смысле 15 декабря в Краблинском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь водителя автомобиля Киэрио 15 декабря в 11 часов 30 минут в Краблинском районе В районе деревни Волково уроженец города Краблино, управляя автомобилем Киэрио Не выбрал скорость, соответствующую погодным условиям В результате чего совершил съезд в правый поход движения Кювет Где автомобиль в несколько раз перевернулся В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия Еще одна трагедия произошла вчера поздним вечером в Рязани Водитель Лады 12 модели не заметил в темноте мужчину, пересекающего дорогу на переходе в районе детского мира В 23.40 на площади Ленина молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2112 Совершил наезд на мужчину, переходившую в проезжую часть по пешеходному переходу на перекрестке Где светофор работал в режиме желтого мигания В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия Здесь уместна еще одна мудрость, не уверен, не садись за руль, невнимательность на дороге, непростительное упущение Да и плохая погода, как известно, делает свое дело Это был завершающий нашу информационную программу видеоматериал Далее в эфире программа подробности Гостем в студии стал замначальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Олег Быстров Речь в беседе шла об организации спортивных новогодних мероприятий, а также о достижениях рязанских спортсменов На сегодня это все, и до встречи в эфире МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА